Итак, всем доброе утро! Сегодня мы начинаем опять пораньше, потому что сейчас идет у меня тренинг, и я начинаю там в 11, в общем, сегодня пораньше. Вообще, когда не будет тренинга, будем стараться в 10 начинать, а пока пораньше, да? Сколько сейчас времени? Где-то полдесятого. Так, ждем, кто сейчас есть присутствующий, кто есть, хорошо, если нету, то появится, появится все, что человек делает, оно, как в Перте вот написано, что Знай говорит, Айн Ра, глаз смотрит, В Озен Шумат, ухо слышит, В Коль Маасейха, Лесефр Нихтовим, и все твои дела записываются в книгу на небе. О, Давид Виленик появился, да. Давид Виленик, все твои дела в Сефр Нихтовим, в книгу записано. А еще есть такое, что если даже один, если даже один сидит и учит Тору, так это, так это, значит, В любом месте, в котором ты упоминаешь мое имя, Бог сказал, приду к тебе и благословлю тебя. Так что, если, значит, хорошо, вот Давид говорит, что у нас сегодня урок для, было Рифа Ашлема, чтобы было полное выздоровление, Рахель Бат Марина, чтобы полностью выздоровела Рахель Бат Мария, Рифа Агув, чтобы была ей Эльна Рафанала, Рахель Бат Марина, чтобы прямо она выздоровела, заслуга нашего урока. Итак, значит, все, мы тогда начинаем. Начинаем. Значит, мы продолжаем изучать третью главу и двадцать девятый, двадцать девятый отрывок, двадцать девятый отрывок в третьей главе он звучит так. Так, не замышляй, не замышляй, не замышляй зла на ближнего своего, советует нам царь Шлумо. А он сидит в безопасности с тобой. То есть, здесь он нам говорит так, что не создавая зло в этом мире, то есть, ты не можешь вообще быть источником зла. Как это он сидит, твой ближний, во-первых, да, сидит твой ближний с тобой, и он сидит с тобой в безопасности, он тебе доверяет, и ты создаешь против него зло. То есть, это первая самая такая, самая, можно сказать, вы знаете, если есть шкала, да, что самое плохое. Самое плохое, это когда вдруг человек ни с того ни с сего, он обижает, он создает зло для ближнего. Для ближнего, для, вот вдруг он бах, и создает зло, без какой-либо, без какой-либо причины со стороны другого человека. То есть, причина в нем. Он говорит, этого не делай категорически. То есть, это самое плохое, что только может быть. Самое плохое, что только может быть, да? Брухато, адойно, ленхом, шакулем, дуром. К сожалению, в мире есть такие люди, которые создают зло. Почему они создают зло? В чем причина? То ли, может быть, все-таки его когда-то зло в него вошло, то есть, источник зла, вот этот змей, который грех Адам решен. И, может, его в детстве там побили. У него все равно, вот у человека внутри, у каждого человека есть запас вот этой вот боли, да? Которую когда-то он получал. И, возможно, оно его, вот эта боль в нем просыпается, и он вдруг ее вываливает на ближнего, который сидит с ним в безопасности. Такое тоже бывает. Это нас царь Шламом предупредил. Просто мы должны знать, что есть такие и все-таки люди. Раз он им дает предупреждение, что так делать нельзя, значит, они есть. И надо знать, что есть люди, которые вдруг ни с того ни с сего могут на тебя брушить какой-то поток зла. Не дай бог, чтобы ни с тем такого не было. Дальше. Но тут есть еще один нюанс такой, очень важный, что зло, как бы это все синонимы. Зло, болезнь, смерть, грех. Это все такая негативная энергия. И то, чья, который у себя внутри производит это зло, то прежде всего он сам наполняется этим злом. То есть оно, это надо знать, что оно на него вернется в любом случае. И, как бы, ну, это такое предупреждение, что не создавай внутри зла. Да, не создавай внутри зла. Тридцатый отрывок. Аль тариф им адам хинам. Не ссорься с человеком хинам. Просто так. Им лог мал хора. Если он тебе не воздает злом. А если сделал, то надо? О, теперь дальше идет вторая стадия. Значит, не ссорься с человеком просто так. Если он тебе не воздал, тебе злом. Если он не сделал, тебе зла. То есть, первое, не производи зло. Второе. Не ссорься с человеком просто так. Значит, что он здесь имеет в виду? Значит, что он имеет в виду? Он имеет в виду следующее. Нам объясняет Малбим. Значит, Малбим объясняет тут вообще по-другому. Ну, он говорит, что здесь речь идет не в прямом тексте, говорит Малбим, что не ссорься с ближним. А здесь речь идет о взаимоотношениях вообще души и тела. Души и тела. То есть, он дает полностью такой перенос, что вот есть у человека его тело. И, с одной стороны, это тело, оно ведет его к греху. Ну, в общем, вот такая. Не ссорься. Мы не будем сейчас сходить. Такое сложное объяснение. Здесь просто чисто вот по-человечеству. То есть, когда один человек другому делает зло, то естественно, как абсолютно естественная реакция ответить ему злом. То есть, здесь есть у Шлома Маллаха, дальше мы будем изучать. У него есть такой отрывок, который объясняет, как устроено мышление людей. И он говорит так, что к имам по ним ли по ним, как человек смотрит в воду и видит отражение своего лица, так сердце одного человека, как лево дам ли лево дам. Так сердце одного человека отражает сердце другого человека. То есть, если кто-то сделал тебе зло, сдержаться здесь очень сложно. Прям невероятно сложно. Особенно, если он сделал зло, не просто он с тобой ссорится. Если ты распринимаешь эту зло. Но, если это реально идет зло. Вот человек взял тебя, обидел, ударил, украл у тебя деньги, все. Все равно советует царь Шлома, не ссорься с ним. Раф Зильбер, Зехранаца Декли Враха, он говорил, что лучше не вступать ни в какие конфликты вообще. Лучше отдать деньги, потерять деньги, но не вступать. Я почти всю жизнь шел по этому совету. И вот, как-то, буквально где-то год назад или полтора назад, у меня был ремонт в квартире, значит. И сделали там плохо, переложили пол. Второй раз сделали плохо, опять переложили. И потом исчезли в Израиле, да. И я, значит, вот первый раз в жизни я нарушил, как бы, ну не первый раз в жизни, но так явно. Я, значит, подал в суд на ту сторону, которую они вообще меня обманули, значит, все. Потом сразу началось, то есть я подал в суд, это же не я подаю в суд, а адвокат. Адвокат, мы договорились одно, потом она говорит, нет, давай по-другому. Ну, в общем, начали с адвокатом истории. Адвокаты, это те люди, которые это спорят, это их профессия, да. Значит, я уже адвокату попал в деньги. Потом, значит, этот адвокат, она говорит, я сейчас не могу вести больше это дело, потому что ее куда-то свалило. И, ну, типа, говорит, вот другая адвокатша, я ей все передала, она все проведет. Значит, передала ей документы. Вторая сторона, чтобы в суде защититься, она подала в суд на меня, потому что я платил им наличными, ну, чтобы было дешевле. А они, ну, наличными, они говорят, он мне вообще ничего не платил. Значит, идет в суд, они на меня, я на него. Вторая сторона подала в суд на исполнительные работы и на производителя клея для полов. В общем, начинается такая история, я думаю, зачем я туда влез? Значит, они на меня подают в суд, мне надо платить уже адвокату защищаться. В общем, в итоге мы приходим в суд. Мне пришлось лететь еще раз в Израиль, еще раз в Израиль. Приходим мы в суд, и в итоге адвокатша с нашей стороны забыла пригласить инженера, который должен был доказать, что они плохо положили. В итоге, ну, то есть, у нас проигрывающая ситуация. И мы с теми договорились, что они должны там переложить еще раз. Ну, в общем, я еще раз понял, что тот, кто вступает в ссору, он должен быть готов к тому, что негативные последствия будут только расти. Это как снежный ком. Есть у меня один знакомый, например, он, ну, не будем про знакомых, про меня раньше. Я понимаю, что если я буду жене делать замечания какие-то, да, то вред, то есть, я могу выиграть в какой-то мелочи, но у нас будет конфликт. И я понимаю, что смысл мне в этом конфликте, я лучше сам встану и возьму. То есть, какую-то вещь или просто закрою на это глаза, что так, я думаю, что так должно быть. А она думает по-другому. Так что, я буду сейчас с ней ругаться? Нет. То есть, я могу ей доказать, чтобы она сделала так, как я хочу. Но я потеряю в этой ссоре. То есть, Раф Зильберг, Захрано Цадик Левраха, он наверняка знал хорошо эти притчи. И здесь написано прямым текстом. Аль Тариф им Адам Хинам. Не спорь просто так с человеком, им Лог Малхура, если он тебе не воздал злом. Но дальше он объясняет 31-й пасук. С другой стороны, многие люди, которые совсем без конфликта, они часто бескребетные такие. С ними можно делать что-то. О, вот тут это интересная вещь. Если он... То есть, это сознательная позиция или нет в этом районе? Да, вот смотри. И там задает хороший вопрос. Вот если человек, он всегда уступает, то их называют бескребетными и так далее. Вопрос, что чувствует сам человек. То есть, если человек внутри себя чувствует проигравшим, то тогда, естественно, ему плохо. Но если он изначально, это его позиция, принципиальная позиция, я не спорить не буду. Если я зашел в эту ситуацию, я в ней попал, значит, я в ней попал все. Или же он говорит... Вот у Раф Зильбера, за царь, была известная история про него. Он садился в такси, когда таксист говорил цену, он ему платил, сколько таксист говорил. И как-то один таксист поспорил с другим таксистом. Он говорит, а я вот сейчас ему скажу 200 шетелей за поездку, которая стоит 20. И он мне все равно заплатит. И они сели, проехали. Таксист ему говорит, 200 шетелей. Он говорит, ой, извините, у меня сейчас с собой столько нету. Вот только вы меня здесь подождите. Вот вам часы взял. Побежал домой, принес деньги, дал 200 шетелей. Тот таксист проиграл в этом споре, получается. Потому что он говорил, что не даст 200 шетелей второму таксисту. И, значит... Но Раф Зильбер еще раз... Это его принцип жизни. То есть он не спорит. Лучше он потеряет деньги. Он понимает, что все идет от Бога. И если он спорит с реальностью, то, в принципе, он спорит не с реальностью. Он с Богом спорит. У него это признак силы был, типа. То есть я могу... Ну, Зорем, да. То есть я принимаю реальность. То есть я, если я могу ее изменить, я ее меняю. Если я не могу, я ее принимаю. Но Ларив спорить, ругаться, скандалить, это бороться с реальностью, да? Ну, опять же, смотрите. Это мы изучаем. Написано так. Не спорить с человеком хинам. Ну, хинам это просто так. Если не, он тебе не воздал злом. То есть как бы все равно дверь остается. Если он тебе воздал злом, в принципе, ты можешь с ним спорить. Но лучше не спорить. Тридцать первый отрывок. Альти, Канебы, Ишхамас. И не завидуй человеку беззакония. Потому что есть люди беззаконные, которым все равно. И с такими людьми очень тяжело спорить, с ними тяжело воевать. Они, так как у него нет правил, то ты не можешь с ним воевать. Поэтому злодеи, они, в принципе, сильнее, кажутся сильнее в этом мире. Но это сила временная. Потому что в итоге все равно они проигрывают. Но не завидуй им. Потому что смотришь, вот он так, он нагло, он так себя ведет. Но потом проходит время. И ты видишь, что, опа, но все равно он где-то спотыкается. Потому что если изучить истории всех, ну, таких людей, которые явно люди беззаконные. Они все равно плохо заканчивают. То есть они или умирают в тюрьме, или у них, ну, у всех у них проблемы с семьями. У них, в принципе, они вроде бы такие все крутые, там, Аль Капоне, вот эти все, ну, вот, гангстеры, которые были. Или там был такой известный, есть история, называется преступный синдикат. Как вы видите, было в начале прошлого века объединились итальянские, ну, итальянская мафия с еврейской, да. И вот они объединились, и, значит, история их жизни. И там был один Бенни Сигал, его звали, он был еврей, который, он был основатель Голливуд. Да, не Голливуд, а он был основатель Лас-Вегаса. То есть он в Лас-Вегас поехал, от мафии там все строил. Вот я когда-то смотрел фильм о его жизни, своего убили, его просто тупо в конце убили свои же. Ну, никакой у него нет, нет детей, ничего. Возьмем того же Троцкого, да. Тоже я недавно смотрел фильм, четверо детей. Одна дочка закончила жизнь самоубийством, вторая умерла от, ну, чахотки, да, там, туберкулеза. И двоих сыновей убили его политические враги, его в конце зарубили топором. Вот жизнь героя революции, который там один поднимал армию, там, победил в революции. Ну и что? То есть все люди, которые идут путем злодейства, беззакония, они в итоге проигрывают. И говорится нам, простым людям, нормальным, простым людям, не завидуй вот этим людям беззакония. В аль тифхар беколь дрхав. И не выбирай никакой из их путей. Потому что если ты начинаешь выбирать какой-то из их путей, вести себя, вести себя нагло там и так далее, рано или поздно все равно ты получаешь, да, получаешь отдачу. Если они готовы воевать, то обычный нормальный человек, он не готов воевать. И ему это и не надо. Лучше вообще не влазить в эти все войны. Тридцать второй отрывок. Ки туават ашем налоз вэт ешарим содо. Значит, туават ашем, то есть мерзость для Бога налоз. Вот что это за слово налоз? Порочный. Порочный. Значит, мерзость для Бога порочный. И ешарим содо. А ешарим содо это... Общение. Как? С праведными у него. С праведными, с прямыми у него общения. Значит, ну здесь понятное дело, что вот эти все порочные люди, да, смотришь на этих порочных людей. Ну вот смотрите, возьмем простой пример. Есть вот этот вот голливудский продюсер, на которого сейчас все там подали на него в суд. Харви какой-то. Харви? Ну какой-то Харви, да. Вот он был самый крутой вообще, там рулил Голливудом. Еврей, он еврей. Ну естественно, что он далекий от Торы, потому что то, что, ну весь его образ жизни, это не далекий от Торы. И от заповедей. Он был самый крутой. А сейчас он самый презираемый человек в Голливуде. Все от него отвернулись, вся его карьера закончилась, все. То есть, теперь возьмем простого человека, который тот же, там, Равицкак, Зильберзе, Храноца, Дикливераха. Он всю жизнь был прямой, он был такой прямой, счастливый, веселый. Где бы он ни был, тюрьма, там, Казань, Таштент и так далее, он шел по прямым путям. То есть, все просто, все понятно, не запутано. Ешерим и Даркеяшем, да, то есть, прямые они пути Бога. Все очень просто. Шесть дней работай, седьмой день отдыхай. Утром проснулся, скажи ему, Даня или Фанейка, благодаря дня перед тобой, пойди помолись, после молитвы поучись, пойди поработай и радуйся своему делу, будь счастлив. Веди себя по Торе, здоровье по Торе, семья по Торе, все по Торе, все прописано, все расписано вообще. По деньгам, честно, веди свой бизнес. Ну, то есть, если бы все жили по законам Бога, мир был бы счастлив, прям, вообще, было бы просто счастье. Большинство людей просто, не большинство, какие-то люди, есть злодеи, они очень активные, они без правил, они внешне показывают, насколько они крутые, насколько у них крутая жизнь. Обычные люди думают, начинают им завидовать. Вот, я буду так же себя вести, я сделаю себе там 155 татуировок, я от этого стану красивее. Ты от этого не станешь красивее. То есть, это татуировки, они уродуют человека, а потом они выглядят, ну, вообще ужасно, когда особенно человек облицают, да. Вообще непонятно, зачем они татуировки. Ну, модно сейчас, вот все в татуировках ходят. Написано так, мерзость порочная, все порочные мерзости. Что такое порог? Понятно. Извращенное отношение, извращенное поведение, извращенная еда, это все порог. Зло, грабеж, ну, там и так далее. То есть, в принципе, все понимают, что такое зло. И что такое добро? Добро это прямота, простота, легкость. Здоровый образ жизни, здоровое питание, здоровое мышление, здоровые эмоции. И здоровое отношение с Богом. Все. И это счастливая жизнь, потому что Тора древо жизни, она, видите, вот древо жизни. Для тех, кто за нее держится, ее поддерживающий, он счастлив. И у нас осталось, ну, уже сегодня мы все равно не успеем, три отрывка. Все. Давайте подведем итог. То есть, первое, не производить зло. То есть, как только появляются мысли негативные, их надо убирать. То есть, прямо их переконвертировать. Все, что идет от Бога, все добро. Просто мы можем где-то не видеть добро. И ни в коем случае не производить в себе вот этот негатив. Вот, плохо, плохо, там, меня обидели и так далее. То есть, этот человек сам он производит, он создает эти мысли. Поэтому нужно прямо убрать все негативные мысли из головы. Все хорошо. Даже если нам кажется, что что-то плохо, значит, нужно так поразмыслить, чтобы увидеть в этом хорошее. Оп, негатив исчезает. Второе. Если есть люди негативные, от них надо бежать, убегать, прямо скрываться, вот так вот закрываться. Потому что, ну, это как яд. Потому что это передается в мышление, как маем по ним ли по ним, как лево дам ли лево дам. Как человек смотрит в воду, видит свое отражение. Также, когда ты общаешься с негативным человеком, то автоматом у тебя зеркальные нейроны начинают его зеркалить. И ты тоже входишь в раздражение, в зло там и так далее. Теперь дальше. Ни в коем случае с ними не ругаться, потому что у них есть преимущества. То есть, когда ты ругаешься со злодеем, у него нет правил, он дурак, скорее всего. Ну, в плане того, что он такой, знаешь, ааа, там все. То есть, с ними не выиграешь. Держаться надо от них подальше. Вообще подальше и изначально, чтобы с ними не вступать в взаимоотношения. Ни в бизнесе, ни в работе, ни в дружбе, ни в отдыхе, ни в чем. То есть, они пусть отдельно... Хороший человек, он пускай занимается здоровьем, спортзалом, чтением, торой, прогулки в партии в лесу и так далее. То есть, нужно держаться именно тех мест, где находятся хорошие люди. И тогда жизнь наполнится добром, светом, сиянием. И будет у нас счастье, богатство, успех, гармония и все, что Бог нам дает. И чтобы было Рефа Ашлома для... Давайте, как зовут эту женщину, которой Рефа Ашлома мы делаем. Давайте еще раз вспомним. Чтобы было Ерефа Ашлома, чтобы было всем, кто учит Тору Рефа Ашлома, чтобы было полное выздоровление. Потому что, как написано, Рефут и Лешарейха, что она оздоровление Тора для твоего живота. И Шекуля Ацматейка, и наполнение для твоих костей. Чтобы было у нас и оздоровление, и наполнение. И, значит, что еще, чтобы у нас было, и мы учили, и наполниться твои амбары сытостью. То есть, чтобы и денег было прибавилось. И, значит, при этом, чтобы все было хорошо. Все, удачи, успехов.